Уйгурская диаспора Человек, который совсем недавно отметился здесь и почему его заметили, срочно начали приглашать, поддержал он протест православных христиан против безобразной постановки оперы Тангейзера. Я выступил на площади в поддержку православных людей города Новосибирска, но также России против таких вот засилий, ну, неконструктивных, скажем, засилий в культуре российской, за что ему отдельное спасибо. И мы пригласили их Тиара для того, чтобы побеседовать. Нам очень интересен вот этот вопрос. Национальный и уйгурский народ, это, надо отметить, очень интересный народ вообще в истории, в истории вот этих вот азиатских пространств, на которых, в частности, находится наша Сибирь, которая заселена разными народами. Вот. И хотелось бы послушать, как Ихтияр видит историю, культуру своего народа в составе России, его перспективы, его традиции, насколько он может существовать. И немного расскажите о том, кто такие уйгуры и какова их сегодня судьба вообще государственная, политическая и так далее. Ну, уйгуры, скажем так, само название племени, племени народности появилось в III веке до нашей эры. Впервые прозвучало? Да. В III веке до нашей эры, на самом деле, прозвучало, но и в летописях, и в китайских оно было отражено именно. Конкретно вот это название дал великий Огусхан, который объединил за китайской стеной кочевые племена и дал ему такое общее название уйгуры. Уйгуры, то есть, там, Александр Македонский их называл худхардами, конники быстрее, которые бегали быстрее, орла. Но вот впервые появилось это название в III веке до нашей эры. Ну, с течением там обстоятельств так и образовалось первое уйгурское государство. Скажем так, на протяжении всей своей, своего существования, это уйгурское государство взаимодействовало, воевало, сотрудничало именно с Китайской империей. И вот эти истории двух народов очень сильно переплетены. На данный момент уйгуров по разным оценкам около, может быть, 20 миллионов на территории Китайской Республики, в Синьцзянско-Уйгурском автономном округе, их находится около 15 миллионов. По всему остальному миру их разбросано, ну, 5 миллионов, около 5 миллионов разбросано. Большая часть, конечно, находится в постсоветском пространстве, в Казахстане, в Киргизии много уйгуров, в Узбекистане очень большая диаспора уйгурская. Вообще, хочу сказать, что с узбеками у нас, скажем так, как это сказать, общие корни. То есть мы очень родственные народы, у нас языки очень сильно похожи. Ну, единственное, можно сказать, что уйгурский язык, он маленько грубее, нежели узбекский. Вот. В России, не могу сказать обоих всей России, но вот, в частности, в Новосибирске уйгуров не сильно много, около 200-300 человек. Можно сказать, там, 10-15 семей. Вот. Что еще осталось рисовать? Ну, можно, когда я впишусь в эту тему. Я все хорошо услышал, значит, немножко сам почитал, немножко знаю. Меня вообще интересует, очень сильно интересует история тюркского мира. Ведь уйгур это тюрки, тюрки-мусульмане. Тюрки-мусульмане, да. Дело в том, что тюрки, как вы прекрасно представляете, это, в общем-то, такой очень крупный, даже не скажу, что это, суперэтнос, наверное, который образовался на территории, вот именно Сибири, в свое время. И уйгуры в этом образовании принимали самое непосредственное участие. Я оставлю на вашей совести упоминание об Александре Македонском. Ну, это как бы мифы или генды. Хорошо, но то, что вы сказали в III веке, действительно это так, впервые упоминается имя уйгуров, все правильно. Значит, и они как раз вошли, ну, с научной точки зрения, я прослушал лекции некоторых историков, значит, почитал немного. И вот с научно-исторической точки зрения, уйгуры, как бы, вот Синьцзян, уйгурский автономный опыт, или как его называли всегда Восточный Туркестан, значит, вот это именно как раз историческая территория, где вот сконцентрировались предки тех, кто назывался, называет сегодня себя уйгурами. Вот именно оттуда. И оттуда же пошли предки тех, кто называл себя тюрками. То есть это как бы такое объединенные какие-то племена, возможно, они друг от друга чем-то отличались, но это племена были объединены в определенную общую политическую такую струю. Вот они пришли на территорию Алтая, там, пред Енисейск, и вот эти территории, и там образовался тюркский каганат. Ну, то, что там какие-то легенды были, я об этом говорить не буду, там они интересные, кому надо, прочитают сами. Не важно. Но важно то, что вот уйгуры и тюрки, недаром, что у вас, вы тоже говорите на языке тюрки, уйгурский язык, то есть наречия тюркская, то есть это вот как раз очень значимая историческая часть тюркского мира. Но, как вы правильно отметили, всегда именно уйгуры, то есть те племена, которые называли себя уйгурами, вот в составе этого тюркского мира, они контактировали с Китаем. Но перед этим, перед этим было образование тюркского каганата сначала, в середине 7 века, он просуществовал около 100 лет, и потом он был заменен уйгурским каганатом. Уйгурский каганат, который тоже просуществовал порядка 100 лет. Лампочки падают на нас, но это нормально. Нормальное явление. Хорошо. Значит, это была середина 8 века, когда уйгурский каганат прекратил свое существование. Я бы еще сказал так, что очень большое влияние на то, что уйгурский каганат не смог продолжить свое историческое существование, по мнению многих историков, явилось то, что вот этот древний уйгурский каганат был, пожалуй, единственный в истории человечества государственным образованием, принявший как государственную религию манихейство. Вы слышали такое? Значит, манихейство – это довольно своеобразное течение, основанное на корнях христианства, но оно, вот это вот развитие вот этого манихейства, хоть они и прекратили как сами свое существование, но они потом распространились по различным сектам, скажем так. И, по-видимому, вот эти воинственные, гордые, сильные народ уйгуры получил достаточно такой тормозной вектор, потому что к власти пришла теократия в виде манихеев. Они тормозили этот народ и в результате привели этот каганат к гибели. Ну, это вот такое мое мнение, и не только моё, у многих историков еще. Хотите, проверьте. И в результате вот уйгуры, вот этот мощный каганат, который простирался, был образован и захватил достаточно огромные территории. В общем-то, центр его образования – это территория современной ТВ. Ну, это там, где, скажем так, истоки Байкала, реки, которые текут в Байкал, питают Байкал. Это прекрасные такие места, заповедные. И вот потом уже, после манихейства, гибуры уже в результате различных войн, завоеваний, они принимали то буддизм был у них. В результате того, что китайцы привлекли к подавлению какого-то восстания, они подавили этого восстания и принесли оттуда буддизм. Значит, было нестарианство. Кстати, это ветвь христианства, монофизийская. Это тоже отмечается многими историками, это достаточно известный факт. Ну, и потом уже постепенно игуры исламизировались. Они приняли так же, как на территории всей России, ханафийский ислам. И я долго-долго копал, потому что чисто ханафийский ислам, это практически такого не существует. Обычно он с накладками определенных суфийских толков. И у игуров тоже, так же, как по всей территории России практически, на вот эту ханафийскую правовую школу есть влияние суфийского тариката Нагжбандия, который имеет центр своего образования в Бухаре. Там находится мавзолей Бахавадин Нагжбандий, основателю древнему и вот этому суфийскому мыслителю. То есть это как святыня такая мусульманская, кстати, к мавзолей Нагжбандий. И у игуров тоже вот эта вот накладка Нагжбандийского тариката идет. Но, тем не менее, уйгуры всегда отличались от других каких-то племен. Они обособлялись, они всегда чувствовали себя именно вот таким уйгурским, осколком уйгурского каганата. И надо отдать должное, этот народ хоть и потерял в процессе исторического развития государственную самостоятельность, но достаточно четко несет вот эту вот свою этническую сплоченность. И вот эти вот традиции, вот это вот братство, вот это вот уйгурское, это все и красиво, это все нормально. У вас есть что-то сказать, добавить к этому? Я просто благодарен за такие лестные слова. Это, ну, вы знаете, не могу. Ну, это не лестные слова. Это, в общем-то, мы стараемся разобраться во всем довольно объективно. Дело в том, почему мы вас пригласили. Вы уйгур, вы здесь живете в Новосибирске, вы как бы достаточно нормально показали, что вы вписываетесь в российское общество. И это очень приятно и достаточно нормально. Но в истории наших народов ведь были и достаточно негативные вещи происходили. И я предлагаю сейчас их тоже вспомнить и рассмотреть, чтобы не было камня за пазухой, как говорится. Давайте. Вот я имею в виду, что хоть уйгуры были под влиянием Китая, когда потеряли свое каганат, вот это мощное ханство, каганатство. И достаточно долгое историческое время. Но все-таки они пытались образовать какие-то свои государственные образования. И когда они столкнулись в процессе... Кто вытеснил вот из той территории Тывы, скажем так, уйгуров, их, они потеряли, они были вытеснены кыргызами. Кыргызами, казахами, объединяем. Кыргызами, енисейскими. Ну, казахи это понятие очень расширенное. Ведь казахи это, знаете, это те же самые копчаки, агузы, и там найманы, и нам было. В общем, это было вытеснено кыргызскими енисейскими. Кыргызами, кыргызами. Кыргызами. Вытеснили оттуда, и вы ушли опять в те самые свои родовые территории, которые вот там вот находятся, что мы называем восточным Туркестаном. Ну, кстати, благодатные места. Там недаром образовались такие. Там достаточно благодатные места. Хорошие места, да? Хорошие места. Не назвать, что это там пустыня, там каменисты. Нет, там достойно. Есть, конечно, часть там пустыни Гоби, то же самое. Но в остальном это достаточно плодородная земля. Это хорошее пастбище для тех же пастухов. Но люди живут, люди живут там по сей день. Вот у меня родственники там живут, и достаточно неплохо живут. В принципе, есть, конечно, притеснения всякие разные со стороны китайцев. Здесь я уже не могу... Просто всякие разные, а довольно сильные. Да, это мало сказано. Там были и кровавые события. Были, и не так давно притесы. Не так давно были совершены. Потому что уйгуры, вот при такой высокой пассионарности своего народа, они всегда мечтали вернуть свою государственную самостоятельность. Ну, примерно так же, как и курды. Примерно так же. Можете так сказать, да? У курдов более широкая национальная картина, чем у уйгуров. И уйгуры все-таки более сплоченные. Значит, я к чему хочу сказать. Вот в середине 19 века произошло такое событие, что уйгуры потеряли даже перспективу к образованию своего государства и не без участия России, Российской империи. Потому что так было договорено между Китаем и Россией, что Китай аннексировал вот эту территорию. И отсюда пошла вот эта вот синьцзян уйгурская, синьцзян это в переводе с китайского, вот эта вот область. Восточный Туркестан. И как мы называли Восточный Туркестан. И у уйгуров была, конечно, такая определенная, действительно, возможно, историческая обида у правителей вот этого Восточного Туркестана. Потому что, когда Россия шла на Среднюю Азию, она колонизировала многие территории. И вот получилось так, что у уйгуров отдали китайцам. Что там были за договоренности, честно говоря. Вот их подоплеку я не знаю, может быть, вы разберетесь, может быть, я потом разберусь, вам расскажу, не знаю. Но вот именно, по-моему, в 1860 году примерно так это получилось. Вот. И потом следующее большое событие в истории Восточного Туркестана, это, конечно, 30-е годы, 20-е столетие, когда уйгуры на два года вернули государственную самостоятельность. Значит, и опять СССР в то время помог китайцам подавить вот эту государственную самостоятельность. Ну, здесь уже было понятно по той причине, что один был строй именно коммунистический, и по этой причине была помощь со стороны Китая, ой, со стороны именно СССР, как более мощного государства, скажем так, более мелкому государству Китая. Ну, один коммунистический строй, и я считаю, именно в этом было. Я почему заэкспрессионал эту скользкую историческую тему, Ихтия, для того, чтобы, может быть, все-таки попытаться разобраться в смыслах, чтобы люди могли понимать вот эти сложнейшие вещи. Нет, я не согласен, что там маленький Китай, нет. Дело в том, что вы понимаете, что 30-е годы, с самого начала 30-х годов над СССР возникла огромная опасность войны на несколько фронтов. Да, это понятно. И с востока, вы понимаете, что шла там, и это, как говорили тогда, империалистическая Япония, с поддержкой англосаксов, они конкретно были выставлены для того, чтобы ударить Советскому Союзу прямо вот в восточный тыл. Китай играл колоссально важную роль в сдерживании именно японцев. И именно поэтому СССР помог именно китайцам. И еще потому, что на территории восточного Туркестана, ну тоже положа руку на сердце, это был такой мощный клубок басмаческого движения. Вот, ну я говорю, что там, видимо, были такие мощные обиды, именно, которые тянулись с 19 века. И вот именно на территории восточного Туркестана возникли самые кровопролитные схватки с басмачами. Туда же пошли остатки белогвардейцев, которые туда скрывались, они поддерживали басмачей. Там была конкретная военная заваруха. И именно вот по этим причинам СССР помогал, помог Китаю в конце концов аннексировать окончательно эти территории. Ну, окончательно они были уже в 40-х годах, там присоединены уже, там еще было достаточно сопротивления, еще прерванное Второй мировой войной. Ну вот, вот такая вот происходила ситуация. И вот эта вот историческая ситуация, что уйгуры, в общем-то, нормально относящиеся, нормально могли бы ужиться вот с Российской империей, с русскими и так далее, они как бы вот таким противоречиями истории были вытолкнуты на то, чтобы быть в каких-то антагонизмах с Россией. Вот о чем я хочу сказать. Но сегодня мировая вообще ситуация ставит перед всеми народами другие вопросы совершенно. И право выбора каждого народа, в том числе тюркских народов, в том числе уйгуров, как им жить потом, в будущем, с кем им жить. Вот сегодня прекрасно все уйгуры понимают, что вот эта вот аннексия Китая, вот этого Восточного Туркестана, приводит к тому, что Китай колоссально подавляет, просто колоссально, этнически подавляет вот именно уйгуров. Он, политика их такая, полная китаизация. Ну да, а они это на протяжении всей своей истории проповедовали. И проповедуют до сих пор. А в России политика была другая. В составе Российской империи каждый народ смог сохранить свою самобытность. В общем-то, русские, хоть они пришли как колонизаторы, но они пришли с такой интересной исторической миссией, которой аналогов исторических нет нигде в мире. Они примирили все народы Сибири. Они их разделили, они их дали им как-то, закрепили их на своих собственных территориях и, в общем-то, дали защиту. И каждый народ сегодня до сих пор имеет вот свое историческое существование, продолжает свое историческое существование, свою культуру. Гордо может называть себя тем, кто они есть. Никто их за это не попрекает, никто их за это не унижает, не это самое. Их привлекают в состав самых высших политических кругов. Что далеко ходить? Кто у нас Шойго? Тувинец? Значит, родственнику игура. Значит, понятно, да? Да, конечно. Это понятно. То есть, и каждый народ имеет право выбора, с кем ему быть в будущем. Вот о чем мы говорим. И, может быть, имеет смысл закрыть глаза на какие-то исторические обиды и понять их смысл, понять их логику, значит, и понимать, кому все-таки надо подтягиваться. Но, конечно, с Синьцзян-Унгурским автономным образом очень тяжелая проблема. Она политически колоссально тяжелая, потому что это уже считается законной территорией Китая. И здесь уже по-другому ничего не сделаешь. И китайцы будут этнически уйгуров подавлять, давить. Это точно. Это их многовековая политика. Они только китайзируют всех. И если кто-то им сопротивляется, они применяют достаточно жесткие кровавые меры. И при этом это все в мире никак не освещается. Закрытая страна, закрытая внешнего потока, скажем, информации. В чем политически сложная ситуация? Сейчас у России с Китаем достаточно хорошие отношения. Хорошие отношения. И, конечно, у нас помалкивают о том, что творится там. Вот такая вот очень сложная обстановка. И да, по-человечески уйгуров понимать можно. И восхищаться их историей вполне можно и нужно. Потому что это народ, который дал письменность, культуру своеобразную совершенно. То есть есть исторические культурные памятники, литература, искусство. Значит, уйгуры был совершенно уникальный народ среди тюркских народов. Я еще брошу свои комплименты, достаточно заслуженные и объективные. Он, в отличие от кочевых многочисленных племен Сибири, это был единственный народ, который стремился к не кочевым. Государственности. Не кочевым. К оседлым. К оседлым. К оседлым. Они строили города. Они строили крепости. И вот эти вот, надо сказать, некоторым таким ура-патриотам, которые считают, что мы там всему и сибирскому народу не учили. Нет. Строительство острогов, крепостей вот этих вот, которые переняли казаки, которые осваивали Сибирь. Это как раз уйгурская традиция. Уйгура строили остроги. И упомянутый сегодня Сергей Шойгу, я скажу интересную такую вещь. Он в молодости участвовал, будучи студентом или каким-то подростком, участвовал в археологических раскопках одной из крепостей уйгурских. Очень интересно. Да. И сейчас он поддерживает программу именно вот раскопков и вот поддержки вот этого вот памятника исторического на территории Тувы. Уйгурская. Сибирь Шойгу поддерживает эту программу по восстановлению крепости и, в общем-то, достаточно серьезно в Туве относятся вот к этим вопросам, на то, что на их территории был вот когда-то уйгурский каганат. То есть, вообще, вот Сибирь делится на какие-то вот эти вот пространства, которые разделены вот этими народами, территориями. И каждый народ имеет в своем историческом происхождении каких-то... Тувинцы, это, можно сказать, их предки, как мы выяснили, енисейские кыргызы, это их сегодня потомки, это хакасы. Значит, ну, то есть, каждый народ вот так вот что-то вот в истории имеет. И поэтому колоссально интересно то, что происходило в древности, потому что, по мнению некоторых, тут русские пришли, тут научили всему-всему, но это немного не так. Здесь были очень высоко развитые цивилизации, которые контактировали, которые там воевали друг с другом, которые перемещались, которые двигались, которые развивали свою культуру. Ну, так уж получилось исторически, что вот подъем этих цивилизаций произошел на те времена, после которых вот это вот движение монгол и ченгизовский ход, это вот культура практически накрыла и подавила. И в результате получилось так, что те, кто выдержал на западе, восточные славяне, то есть русские, этот удар монгольский, потом расширил и пришел уже обратно вот этим ходом на те земли, которые были вот в первое тысячелетие нашей эры достаточно высоко развиты. Высоко, я бы сказал, не на последнем уровне и даже во многом превосходящий уровень тот, который происходил на территориях Восточной Европы. Ведь тюркам цивилизация обязана, особенно открытием вот этих вот в военном деле. Это совершенно другая тактика, тяжелая и чуждая для европейцев. Приспособления, которые принесли с собой тюрки. Это вот в фильмах Голливуда можно увидеть, что там конница, там Александр Македонский, там греки, римляне, там на конях. Да конницы никакой не было, потому что тюрки изобрели стремя металлическое. А можете себе представить, что такое скакать без стремя тяжело. И вот это стремя появилось только в IV веке, и после этого начались походы гуннов на Европу. И они сразу же раздавили всю Европу. Понимаете, только возможно благодаря вот этим стременам тюрки изобрели вот эту вот луку высокую на седле. Ну понятно, что это совершенно другая тактика конница. И это именно благодаря вот, да то же самое название телега русская пошла от слова теле. Ну телевуд, знаете, а народ теле имеет, кстати, родственность и с уйгурами. Ну то есть есть очень много таких интересных вещей. Все железные доспехи, тактики лучного боя и так далее. Это же все то, на чем выехала средневековая цивилизация. Это как раз то, что мы называем, вот то, что вышло из цивилизации тюрок. Недаром потом сельджуки завоевали вот эту вот часть византийской империи, образовали вот эту османскую империю. Ну это же потомки тюрок, сельджуки. Ну да, сельджуки. Они вот, обладая вот такими высокими тактическими свойствами, высокой централизованностью, они смогли спокойно отвоевать у Византии вот эти огромные территории. И вот мы до сих пор видим вот это вот государство Турцию, которое играет не последнюю роль в мире. Вот эти вещи надо понимать и понимать, в каком смысле Россия сегодня с этим миром должна контактировать. Потому что вы, наверное, наслышаны, что идет из Турции как раз вот эти вот позывы к созданию великого Турана, к объединению всех тюркских народов. Ну чисто исторически-то они, в общем-то, у них обоснования-то есть. Ведь тюркские народы, обоснование чисто историческое у них есть. То есть они говорят, мы сельджуки, это южное племя, вот эти тюрки, когда их выдали киргизы, они разделились на две ветви. Северные ветви Кипчаки пошли на ручь и стали там контактировать. Ну они, в принципе, явились вот этими вот предками тех татар, которые мы вот имеем на Руси, различных. А южная ветвь Агуза пошла на юг. Вот это вот и были сельджуки. Как раз из них произошли сельджуки, они завоевали Византию. То есть вот такая ситуация. А уйгур остались на своем историческом месте. Уйгуры как хотели вести оседлую жизнь. Вот, я про что и говорю, то есть когда тюрков выдавили вот эти вот енисейские киргизы, получилось так, уйгуры остались на своем историческом месте, а Кипчаки пошли на север, а Агуза пошли на юг. Вот примерно так развивались события в Средние века. Ну, вот, я просто хотел вот это вот сказать, что достаточно точно сейчас понимается состояние, в котором оказался уйгурский народ, в политическом состоянии. И вот Россия сегодня в том состоянии, что не может вот прям вот подать руку помощи и сказать уйгурам, а вот у вас это как? Если это уже политически территория Восточного Туркестана. Это очень, не очень тяжело. Это практически невозможно. Это практически невозможно. И, к сожалению, знаете, об этом во всех жертвах, которые, ну, там, во всех бесчинствах, которые происходят на Синзянском автономном округе, об этом умалчивается, и мир вообще не в курсе. Вот, предположим, два года назад произошел большой, очень большая расправа над людьми. Более тысячи человек было убито. Просто забито. Люди путем передачи из рук в руки диски передавались. Мне было тогда 22 года. И я наблюдал, как люди снимают сверху просто толпы китайцев, забивают уйгуров палками, какими-то палками, прутями. Сегодня можно прочитать. Все это было настолько жутко. Это было настолько жутко. Это были крики уйгурских бедняк, мужиков, которые убегали от них. Но их забивали. И вот эти бесчинства, к сожалению, остались, без такой широкой огласки. Проводились разного рода, скажем так, не противостояние акции в поддержку уйгурам. Именно в Турции, в той же самой, в Узбекистане проводились. Выходил народ, голосовал, что давайте как-то по-другому регулировать отношения. Но, к сожалению, китайские власти, они не приемляют другие нации. А вот именно на своей территории, которые они считают своими территориями, они не приемляют другие нации. Это прослеживается не только по уйгурам. По всей истории. По всей истории. По всем другим национальностям. С Тибетом, с там, в общем, манджурц, по-моему, манджурц. Они их полностью китаизировали. Китаизировали полностью. Причем, первое, Огусхановское, еще тогда государство, в третьем веке до нашей эры, каким образом развалили его? Выдавали китайских царевин за уйгурских князей. Выдавали и посредством вот этого своеобразного китаизирования, так и происходил развал именно уйгурского государства. Выдавали им шелк, давали им это, давали то. О, вроде как, друзья, не кто-то будет здесь разваливаться. Я промолчу, потому что история с Огусханом тоже довольно легендарная. Ну, легенда, на легендах, скажем так, на истории строятся легенды, по сути. Согласен. У русских тоже много легенд, которые мы как бы рассматриваем в истории, ищем им доказательства, не вопрос. И поэтому Огусхан – это довольно легендарная личность, известная, что, ну, вполне возможно, что да, так. Ну, просто нет исторических источников, по сути. Вот здесь тоже, я вот буквально недавно начал книжку, очень интересную читать, Карим Низами подробно описывает именно про вот это начало уйгурского государственности. И он рассказывает, что как извращалась именно история китайцами, то есть она переписывалась всячески, то есть не было исторических хроник, были они переписывались, то есть называли уйгуров, назвали их унхэ, называли их хэ, и как только их не называли, но только не было там вот конкретно уйгуров. Вот в третьем веке до нашей эры, когда Огусхан поставил условия, когда он собрал все племена и пошел рьяно на Китай, вот тогда только появилось первое название уйгур. До нашей эры? До нашей эры. До нашей эры. В третьем веке до нашей эры написано было. Почему на историке говорят, что третий век – наша эра? Наша эра, все-таки. Ну, я читал до нашей эры. Я читал, я потом принесу вам эту книжку, да, покажу. Я понимаю, что такие книжки есть, есть также, ну, я говорю, что легендарные вот эти вот вещи, которые потом начинают расписываться различным писателям, ну, это известная сегодня вещь. Я, как бы, мы стараемся все-таки ориентироваться на научную историографию. Ну, она немного противоречит, она старается поддержать легендарную историю, скажем так. Ведь ученые приходят не для того, чтобы вот опровергнуть все, они очень часто находят подтверждение тем легендам, которые вот существуют в истории преданиях различных народов. Поэтому, ну, как бы, вполне спокойно. Так же, как у украинцев, вот этот легендарный Кий, основавший Киев, значит, ну, как бы, ну, вот был Кий такой. Никто это не отрицает. Нестор летописицы упоминают, а в источниках такого, как бы, очень трудно найти. Хотя украинские историографы сегодня, конечно, расписали там целые... Ну, это, да, это сейчас идет конкретное переписывание истории, причем не руками, к сожалению, не украинцев, и даже не русских, а западные вещи, непонятные. Бывает, что, да, целые институты работают на эти вещи. Вот, и поэтому каждый народ должен внимательно относиться к этому и не попадать под какие-то, ну, может быть, очень красивые, но... Ну, нужно ориентироваться на историю. На историю. Значит, научную историю. Это интересно, это много подтверждений есть. И успехов пожелаем Сергею Кожигетовичу в раскопках уйгурской крепости. Значит, он поддерживает этот проект, до сих пор, еще с детства, вот, участвовал в раскопках, поддерживал. То есть, и возможно, что... Возможно, что уйгуры вполне могут как-то с тувинцами найти общий язык. Почему нет? Мы находим. Да. Находим. Да. И как бы, вот, раз, и... Ну, ладно, с китайцами не получилось. Может быть, взяли да ушли в ТЭУ. Но дело в том, что не разрешат. Просто не разрешат, да. Не разрешат. Там же все намного строже, границы закрыты. Ну, да. И... Может так, это все. К сожалению, вот, знаете, вот, просто, ну, не могу не поделиться. Вот история была, приехали уйгуры, студенты уйгуры по обмену сюда, в Новосибирск, в Сурумчи, ребята, там, пять человек. И ситуация такая у нас, ну, вы как знаете, наша Новосибирская область и Министерство культуры очень хорошо относятся к разным национальностям. Ну, как бы, в принципе, как и вся Россия, в принципе. Я здесь не могу ничего сказать. И у нас проводится ежегодный турнир межнациональный по мини-футболу. То есть там участвуют белорусские, украинцы. Да, хорошая очень, хорошая очень традиция. Из года в год она повторяется каждый раз. И ситуация была такая. Уйгуров мало. Уйгуров в Новосибирске мало. Уйгуров в Новосибирске мало, и нам надо набрать команду. Мы начинаем собирать людей, обзванивать. Вот, слушай, приходи, приходи. И здесь приходят. У нас есть пять человек. Уйгур и парнишки играют в футбол отлично вообще. Просто на колоссальном уровне. Все, мы реально могли в этот год выставить очень хорошую команду. Ребят, ну все, давайте. Мы приходим, начинаем разговаривать там на уйгурском, половину на русском. Все, начинаем обсуждать. Все хорошо, они соглашаются. Я думал, ну я как капитан, ну как один из капитанов команды, я думаю, ну все, в этом году хорошо выступим. Здесь выясняется, что необходимо копии паспортов. И от команды уйгуры ВЯТЭ надо было заявиться с копиями паспортов. Вы знаете, что они мне сказали? Сказали, ребята, извините, мы копии паспортов не дадим. Я говорю, а почему? Ну давайте мы, говорю, копии сделаем. Просто, говорю, это, говорю, останется все в Новосибирске. Нет, ребят, если мы, если узнают, что мы, уйгуры, точнее, которые оттуда, уйгуры, играли здесь за уйгуров и под флагом уйгуров, на нас там заведут уголовное дело и наших родителей будут притеснять. То есть, вы понимаете, и, блин, ну ничего не скажешь. Ну как так, это родные. Я говорю, ну, блин, ребят, здесь вопросов нету, я как бы ничего не могу сказать. В тот год мы выставились, проиграли, но выставились. Ну, там было 8 человек, ну, просто вот эта история меня выбила просто напрочь из колеи, и я вообще был поражен ее. Ихтияр, вот этот пример, который вы приводите на примере уйгурского народа, очень показателен для тех людей, которые сегодня националисты казахские, националисты узбекские, националисты таджикские, то есть националисты других там тюрков, которые сегодня кричат о том, что да нам эта Россия ни на какую пуху там не нужна, мы будем сами. Значит, вот пример уйгуров, это как раз то, что ждет тех, кто пойдет вот таким вот путем. Вот если сегодня Россия покровительствует практически в военном отношении, в экономическом, к тому же Казахстану, а в Казахстане, вы представляете, сколько там националистов, которые кричат, давайте эту рашку мочить. И там практически, если бы не Назарбаев, там бы произошло то же самое, что и на Украине, вы понимаете? Так вот, я бы хотел обратить внимание этих товарищей, но вот как раз, например, уйгуров, что ждет их, потому что сегодня никто в мире не позволит существовать каким-то отдельным малым народом. Ни в коем случае они будут немедленно включены в сферу другого политического влияния. Американцам здесь далеко, американцы сделают свои какие-то совершенные там интересы финансовые, а вот Китай, а вот Китай рядом. И вот что такое Китай, вот этот добрый, который создает сегодня там вроде ха-ха-ха, траля-ля, которые такие вот с нами контактируют. Но посмотрите, как они себя ведут в этническом отношении. Это их тысячелетняя практика. Они всегда себя так вели. Колонизировали и китайзировали. И китайзировали. Полностью уничтожали все односельное. Поэтому, если кто-то хочет остаться тем, кто он есть, остаться в лоне своих предков, остаться детям своим, дать свою культуру историческую, то историческое право выбора за каждым народом. Ну, я хочу сказать, вы знаете, что несмотря на то, что ведется такая работа, ведется такая работа вот китайскими правителями, китайским государством, уйгуры, несмотря на все вот это наседание китайского правительства, они сохранили свою самобытность, сохранили свои традиции, сохранили свой язык. И китайский язык, и уйгурский язык, это совершенно два разных языка. Это два разных языка. Это все сохраняется. Пускай из уста в уста, пускай от отца к сыну, пускай от деда к отцу и так далее. Но это все сохраняется. И культура сохраняется, самобытность. То есть, и здесь я могу только порадоваться за себя, что у меня там отец, дедушка мне передавали это все. Сохранилось в едином, скажем так, в едином духе уйгурского народа. И это не может не радовать. Потому что работы ведутся до сих пор. Ну, я говорю, вот этот пример, который я привел чуть-чуть раньше, он действительно показывает, насколько люди боятся. Боятся именно такого, знаете, государственного террора. Государственного террора по отношению к его аналогам. Ну ладно, напоследок, Яр, я рад, что получилась такая доверительная беседа, мы друг друга поняли. Я думаю, вы человек, который достаточно симпатии относится к той территории, на которой вы сегодня живете. Я вижу это, вы это достаточно убедительно показали своим примером. И напоследок еще сказал бы, что надо, чтобы сегодня еще люди, которые принадлежат к мусульманской умме, очень внимательно относились к тому, что происходит внутри этой мусульманской уммы. Значит, вы понимаете, о чем я говорю. Да, конечно. Я думаю, что мы с вами продолжим беседу про то, что мы называем сегодня традиционным исламом, исламистскими течениями радикальными, которые уничтожают традиционный ислам. Ведь мы все сегодня видим, ситуация прямо на глазах на наших развивается. Все эти игилы, все эти арикаиды, все это видно. И хотелось бы понять, как сегодня тюркское население, которое проживает на территории России, куда оно видит свою перспективу развития в духовном плане. Если это традиционный ислам, который всегда был на территории России, это один вопрос. Это всегда нормально, мирно и спокойно уживалось той русской цивилизацией, которая сегодня на нашей территории Российской Федерации есть. Если же это какие-то приходящие извне течения, то об этом надо говорить. Я рассчитываю на вас, что вы приведете к нам специалистов. Да, обязательно приведу, а мы обсудим эту тему уже поподробнее, уже с человеком, скажем так, знающим многое. Не скажу, что все, но знающим многое. Которые бывают на Ближнем Востоке, в Сирии и так далее. Спасибо. Все, вам спасибо.